Ноябрьск-24 продолжает свою работу и в начале выпуска. Коротко о главных темах к этому часу. Когда земля уходит из-под ног, жительница Ноябрьска готова судиться с коммунальщиками после того, как провалилась в яму с кипятком. Хотели снести, но не успели. В Ноябрьске выясняют, как исчез один из домов с улицы Республики. И акция «Ночь кино». Любители полного метра снова соберутся в городском кинотеатре. Ноябрьский трехлетний ребенок выпал с балкона многоэтажки. ЧП случилось в поселке железнодорожников. Малыш находился в квартире с бабушкой. Женщина отвлеклась на несколько секунд. Этого хватило, чтобы мальчик пробрался к окну и перевалился через раму. Упал малыш с высоты второго этажа на газон. Бригада скорой доставила ребенка в больницу с подозрением на травму живота и закрытую черепно-мозговую травму. Медики напоминают, что при падении с высоты очевидцам не стоит переносить пострадавшего с места, куда он приземлился. Лишние движения могут привести к внутренним травмам, которых внешне можно не заметить. Больничные стены, перевязки и долгая реабилитация. Жительница Ноябрьска собирается судиться с коммунальщиками после того, как провалилась в яму с кипятком. Земля в буквальном смысле провалилась у нее под ногами. Подробности истории у Яны Джуз. Сильнейший ожог, облезшая кожа и волдыри по всей стопе. Ночной променад для Елены закончился плачевно. В какой-то момент земля в самом центре города буквально ушла из-под ног. С подружкой мы шли домой. И вот здесь, проходя, как бы был асфальт. Все, я наступила, асфальт рухнул, и у меня нога ушла в кипяток. У меня такая ужасная боль была. Быстро начала снимать кроссовок, носок. Вот тут же сразу люди вызвали скорую. Бригада скорой была на месте уже через несколько минут. То, что увидели медики на ноге пациентки – зрелище не для слабонервных. При осмотре в области левой стопы и голени ожог второй степени со снятыми волдырями была оказана необходимая помощь. Обезболенно наложена повязка и доставлена пациентка в травматологический пункт. Это большие волдыри, скрытые волдыри уже были. Поверхность 5-6 процентов. И достаточно серьезно, достаточно болевой синдром выражен. У пациентки был. Она была возбуждена из-за этого, кричала. Пока Елена была у врачей, коммунальщики выясняли, что произошло с сетями под тротуаром. Через час после происшествия на месте работала дежурная бригада. А уже наутро здесь образовался большой котлован. Надо сказать, что в энергогазноябрьский на наш запрос отреагировали тоже быстро. Как пояснили в пресс-службе, в этом самом месте в районе Держинского 31 действительно произошел порыв на магистральной тепловой сети. Однако до момента происшествия его было не видно, поскольку, цитирую, признаков утечки, например, разлива воды или парения, на поверхности еще не было. Ремонтные работы вели несколько часов. К вечеру проблему удалось решить. В энергогазноябрьске Елене пожелали скорейшего выздоровления. Но извинений, говорит горожанка, в этом случае мало. Я в полицию обратилась, мне выдали направление на медицинское содетельствование, я написала заявление. У меня изувечена вся нога. Во-первых, я сейчас нахожусь на больничном. В больничном? Да, в больничном лесу у меня. Повезло, говорит Елена, что земля провалилась под ногами взрослого, а не ребенка. Чем закончится эта история, решит суд. Женщина намерена довести дело до конца. Яна Джуз, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. Ноябрьский дом снесли без ведома муниципалитета. Об этом сообщили в Департаменте имущественных отношений. Речь о деревянном строении по республике 31. Этот дом был включен в маневренный фонд. Там проживали погорельцы, которые нуждались в жилье. Не так давно деревяшку признали аварийной. В ДИО планировали ее снести. Однако, выехав на объект, специалисты поняли, что кто-то выполнил часть работы за них, оставив за собой гору мусора. Осенью департамент планирует провести торги и убрать остатки снесенного дома. Кто-то взял его и снес. Поэтому необходимо будет запостить с терпением. Планируем провести торги осенью этого года. И весь этот мусор будет убран. Повторяю, что здание было демонтировано не силами муниципалитета. Всего же в ноябрьске сносу подлежат порядка сотни домов. 77 из них уже демонтированы. Каждое строение включено в план по демонтажу. Дом на Республике 31. Кстати, в него не входил, поскольку еще недавно там проживали люди. Департамент имущественных отношений решил сыграть на опережение, чтобы в городе стало меньше деревяшек. Жильцов расселили во вторичное жилье. А сэкономленных средств хватило, чтобы перенести снос дома на этот год. Но выполнить работу не успели. Специалисты сетуют на мародеров. Они воруют стекла, цвет мет и даже более-менее пригодное дерево. Как отметили в ДИО, эти люди подвергают город опасности. Поэтому за сообщение о таких инцидентах полицию готовы только поблагодарить. Всего в поселках насчитали порядка 30 заваленных домов. Подрядчик уже приступил к сносу. На трассе рядом с ноябрьском появится особая разметка. С ее помощью дорожники хотят уберечь автолюбителей от внештатных ситуаций и ДТП. На подъезде к городу летом 2022 года появятся шумовые полосы. Их наносят по особой технологии из холодного пластика, при этом добавляя отвердитель и микростеклошарики. Несколько поперечных полос немного выступают над дорожным полотном. Когда автомобиль проезжает по ним, водитель не только это слышит, но и чувствует небольшую вибрацию машины. Если после долгой дороги водитель начнет засыпать и съезжать с трассы, это может его разбудить. В регионе такую разметку начали наносить на аварийно-опасных участках. Минздрав одобрил вакцинацию спутником «Лайт» для тех, кому исполнилось 60 и более лет. Именно эта категория населения наиболее уязвима для коронавируса. Высокие риски тяжелого течения болезни и летального исхода. На сегодня 85% погибших – это именно пенсионеры. Вакцина сможет помочь перенести болезнь в более легкой форме, а значит и сохранить жизнь. Напомню, облегченная версия вакцины применяется однократно. Именно поэтому она так удобна для повторной вакцинации. Без очередей и лишней волокиты определен новый порядок возвращения дошкольников в детские сады после отпуска. Так посещать педиатра не нужно, детей примут без правки. Однако все же придется сдать анализы на паразитов и энтеробиоз. Направление можно получить у медсестры в детском саду, который посещает ребенок с 12 до 15 часов по будням. Талон можно получить и в детской поликлинике в кабинете номер 119 с 10 утра до 14.30. В направлении сразу указывается время сдачи анализа. Принимают маленьких пациентов сразу в четырех кабинетах. Два кабинета у нас функционируют в стенах детской поликлиники на Советской 79А. Один кабинет на Мира 58. С 6 сентября будет работать кабинет на Холмогорской, а на Мира кабинет закроем. Также организован кабинет в Центре здоровья этой республики 17. На следующий день медицинская сестра дошкольного учреждения будет видеть этот результат. Если ребенка ничего не выявлено, то ребенок может идти в детский сад. Жители и гостей Ноябрьска будут встречать яркие стрит-арты в национальном стиле. Граффити-художники украшают остановки. Они находятся недалеко от аэропорта. Эскизы создали победители арт-фестиваля уличного искусства «Инсайт». В нем приняли участие семь райтеров. Идеи двух авторов Ноябрьска Александры Серомы и Венеры Яхиной воплотят на двух остановках в форме чума. Александра над своим стрит-артом уже работает. На одной стороне комплекса она изобразила медведя, который обнимает девушку. На другой стороне сюжет будет похож. Но медведь станет белым, а героиня в национальном костюме постарше. Композицию она назвала «Дух Ямала». Второй остановочный комплекс преобразится до 1 сентября. У меня почему-то сразу в голове возник образ медведя, что он такой большой и сильный. Это вообще самое могучее существо у нас на планете. И девочка олицетворяет, наверное, наш химальский народ, а медведь его оберегает. В ноябрьске устроят бесплатный показ отечественных фильмов. В Доме культуры и кино «Русь» пройдет акция «Ночь кино». Любители кинематографа ждут 28 августа в 19.00 в фойе «Руси». Гости смогут посетить интерактивные мастер-классы и площадки. Первый киносеанс начнется в 20 часов. Всего зрителям покажут три российские картины, снятые в 2020-2021 годах. «Огонь», «Конёк горбунок» и «Пальма». Эти же фильмы увидят жители отдаленного микрорайона Вангапуровский. В местном кинотеатре также пройдет всероссийская акция. Вход свободный, но из-за эпид-обстановки количество мест ограничено до 50% от общей вместимости залов. Тюмень станет съемочной площадкой для фильма «Елки». Восьмую часть популярной картины планируют снимать в нескольких российских городах, в число которых попало и столица области. Об этом на приеме у губернатора Александра Мора сообщил режиссер киноленты Антон Богданов. При этом он посетовал на отсутствие снега в городе, который является обязательным реквизитом для киноленты. Да вот проблемка есть одна, Александр Викторович. Все у вас хорошо, а снега у вас нет. Так лет уже сейчас. Ну в том-то и дело, а снимать-то надо сейчас. Ну я, конечно, не Дед Мороз, но что-нибудь придумаю. Приезжай, поможем. Так, коммунальная служба. Шикарный мужик. Надо было еще что-нибудь просить. На Ямале завершился ультрамарафон «Трансурал». Забег по Полярному Уралу прошел в третий раз. В прошлом году его пришлось перенести. Помешала пандемия. В этот раз в экстремальном марафоне приняли участие 99 человек. Среди них как профессиональные спортсмены, так и любители. Дистанции было несколько на 10, 30, 50 и 170 километров. Марафон длился два дня и проходил через самые живописные места. Гору Раис, долину реки Сопь, подножье горы Динозавр, Нефритовое ущелье и Ледник Романтиков. Все победители получили награды. Общий призовой фонд составил 270 тысяч рублей. Еще больше новостей на сайте ноябрьск24.ру и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях. Продолжение следует...